Всем привет, друзья! В этом уроке я расскажу вам, что такое Pivot Point в 3D Max и как его правильно использовать. Отработав данный навык, вы упростите себе дальнейшее изучение 3D Max. У всех объектов в 3D Max присутствует опорная точка или Pivot Point, которая позволяет объекту вращаться вокруг своей оси или перемещаться относительно нее. Обычно у большинства объектов она расположена по центру у его основания. Размеры Pivot Point можно регулировать, если кому-то он покажется слишком маленьким или наоборот чересчур большим. Давайте покажу сразу на примере. Допустим, построили бокс и вот этот самый цветной треугольничек, да, цветные 3 стрелки, это и есть наш Pivot Point. Допустим, он великоват, да, для вас? Заходим в меню Customize, Preference и Gizmo. И вот здесь вот Zayt, размер, да, по-русски. Можем вбить любое значение. Ну, давайте, допустим, в объем 25. Окей. Видите, маленьким стало, да? То есть, ничего не закрывает, не перекрывает. Ну, если у кого-то плохое зрение или наоборот нравится все крупненькое, тогда заходим опять в настройки, Preference Gizmo и выставляем, допустим, 50. Окей. С этим моментом решили. Теперь давайте попробуем разобраться в этом интересном и непонятном названии, как Pivot Point, да? Построив Box, мы видим, что опорная точка или Pivot Point расположен по центру объекта у его основания, да? То есть, не вот здесь, вот, да, строго, четко, по центру, да, на всех осяк, а именно по центру, но у основания. Но так происходит не со всеми объектами. Допустим, если мы создадим сферу, давайте все в окне Art Graphic, да, перспектива, то мы видим, что сфера строится сразу в двух плоскостях, смотрите, в верхней и нижней. И поэтому, как бы, плоскость, в которой находится Pivot Point, она будет совпадать с центром сферы. Это единственные объекты, у которых Pivot Point совпадает по всем осям, да, как и в геосфере. То же самое. Строим геосферу. И вот, пожалуйста, Pivot Point, или опорная точка, по-русски, находится именно в центре. Другие же объекты, которые мы строим, они все строятся в верхней области координат, поэтому Pivot Point будет у их основания. Еще, к тому же, играет роль, в каком окне проекции мы строим объект. Допустим, если мы строим бокс не в перспективе, а, допустим, в виде Left, давайте построим бокс, то обратите внимание, Pivot Point, или опорная точка, Shift-Ctrl-Z, находится у нас именно там, где начинается строиться основание бокса. То есть, смотрите, если мы возьмем высота бокса, смотрите, в какую сторону этот бокс поднимается высота у него, и в какую сторону поднимается высота у этого бокса. Видите? То есть, этот бокс был просто изначально построен в другой проекции, поэтому плоскость у него находится тоже в другой проекции. Видите? Но опять-таки, Pivot Point, или опорная точка, расположена по центру объекта, но уже в другой плоскости. Но опять-таки, находится на плоскости, в центре плоскости объекта. Так, все, уяснили этот момент, теперь давайте дальше. Теперь рассмотрим режимы выбора на главной панели Mine Toolbar. То есть, вот эти управляющие элементы, именно Pivot Point, да? Где он находится у нескольких объектов. Давайте это пока удалим, чтобы не мешало нам на сцене. И создадим несколько объектов. Давайте создадим Box. Ну, вот так. Давайте создадим сферу. Ну, давайте создадим еще цилиндр. Ну, так, чтобы нагляднее было. Теперь смотрите, что происходит. Вот эти режимы позволяют задать, относительно чего будут вращаться объекты. Вот если мы выберем все три объекта, мы увидим, что центр, то есть Pivot Point, или центр, да? Привязки, вернее опорная точка объектов. Они находятся именно в усредненном положении. То есть, между этими объектами, как бы центр получается здесь, на третьем объекте, да? Если мы захотим вращать, то смотрите. У нас вращаются все три объекта, относительно именно вот этой усредненной точки. То есть, за это отвечает вот эта команда меню, да? Как бы, вот эта вторая. Она отвечает за то, что мы вращаем объект, именно относительно какого-то, относительного центра. То же самое происходит с масштабированием. Смотрите. Мы также масштабируем все объекты, относительно этого центра, да? То же самое, ну, перемещение то же самое, да, получается. Вот, смотрите. И тянутся объекты. Масштаб в разные стороны тоже идет относительно этого центра. Если же, допустим, у нас возникла такая ситуация, что мы хотим повернуть все объекты одновременно, но не вокруг именно этого центра, а каждый объект, чтобы повернулся по своей оси, для этого мы переходим в вот эту первую команду. То есть, каждый объект вращается вокруг своей опорной точки. Смотрите. Мы начинаем вращать объекты. Видите, они вращаются вокруг своей опорной точки. Насчет перемещения тут ничего не меняется. И насчет масштабирования тоже, в принципе, ничего не меняется. Хотя меняется. Если мы поставим это, то каждый объект будет масштабироваться отдельно. Смотрите. Все. Этот момент уяснили. И третий режим. Это User Transform Coordinate Center. Выбираем три наших объекта. Выставляем этот режим. Что мы видим? Pivot Point объектов или опорная точка. Она смещается ровно в центр координат, да? И мы можем относительно нее вращать наши объекты или клонировать их в другие плоскости. Видите? Раз. Можем несколько таким образом сделать. И вот, пожалуйста. То есть, это очень удобно. Кроме этих элементов управления, существуют более тонкие и глубокие настройки пивота. Находятся они в командной панели. Вот командная панель. Вкладка. Хиерархии. Менюшка. Pivot. Давайте удалим эти объекты. Чтобы не мешали. Так. Создадим Box. И создадим сферу. Пивот у сферы находится в центре. У букса тоже находится в центре. Заходим в хиерархии. Пивот. Нажимаем Effect Pivot Only. Таким образом, мы сказали, что мы хотим редактировать именно пивот у объекта. То есть, опорную точку. Не затрагивая сам объект. И теперь смотрите. Мы можем переместить сюда наш пивот. Поставить его в центр сферы. Отключаем. И теперь. Так. Пивот. Поставили в центр. Отключили. И теперь мы можем вращать наш квадрат вокруг сферы. Давайте еще раз. Так. Удалим. Удалим. Удаляем. Теперь берем нашу сферу. Включаем Effect Pivot Only. Берем пивот сферы. Align. Выставляем на центр. Квадрата. Отключаем Effect Pivot Only. И таким образом, теперь можем размножать сферу вокруг квадрата. Оп. То есть, таким образом, очень легко создавать копии объектов вокруг центра какого-то другого объекта. То есть, допустим, в жизни вы видели такие примеры. Как будто создать цветок, ромашку, лепестки одинаково расположить. Или какие-нибудь, я знаю, грядки, клумбы. Ну, то есть, очень удобный инструмент. Теперь смотрите, что еще можем делать. Создаем Box. И, допустим, у нас нарушен центр. То есть, ну, бывает такое, что у нас пивот, допустим, вот скошен и стоит вот так вот. Давайте покажу в перспективе, чтобы было виднее. То есть, вот так вот расположены оси. Вот, если они никак не настраивают. То есть, видите, кубик идет вниз, идет под углом, идет как-то странно в сторону. А мы хотим его выровнять, чтобы пивот стоял ровно. Чтобы он перемещался ровно, вот по этой оси координат. Мы нажимаем опять-таки Affect Pivot Only, Center to Object и выравнивание по объекту. Оп! Видите? У нас пивот выровнялся. Все оси стали точно по объекту. Как расположен объект, так расположены и оси. Еще хотел рассказать вам про такой замечательный скрипт, как Soulboard Scripts. И в нем есть такая менюшечка, подменюшечка, называется Pivot Place Expert Mode. Для чего она? Смотрите. Для того, чтобы выставить именно опорную точку в нужном месте объекта, нам приходится иногда угадывать или включать привязки. То есть, включили привязку, выставили вертексы. Потом ищем, чтобы попасть в центр объекта, включаем midpoint, и потом пытаемся этот выставить. Значит, или по этой точке, или по этой точке с привязкой по центру. То есть, это все сложные манипуляции. Благодаря вот этому скрипту, Pivot Placer, смотрите, что мы можем делать. Мы включаем effect pivot only, или даже можем не включать его, и указывая точки, смотрите, указываем точку, видите? И у нас pivot point перемещается туда, куда мы ему указали на этом скрипте. Смотрите, как удобно. То есть, всего лишь за один клик мы можем пробежаться по любым сторонам, выставить pivot в центре объекта, выставить по центру этих сторон, выставить точно в каком-нибудь угле. Допустим, поставили в этот угол, да? И уже можем ротейтом сделать как бы открывающуюся дверь. Вот и все. Из этого видео вы узнали, что такое pivot point в 3D Max, и как его правильно использовать. Оставляйте свои комментарии под этим видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за внимание. Всем пока.